Всем добрый день, приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодняшнее видео, это некий видеообзор, наверное, на тему чего нового в терапии акне появилось. Этот вопрос мне часто задают коллеги, специалисты на наших мастер-классах, на обучающих мероприятиях. И я тоже интересуюсь этой темой. На самом деле уже несколько десятков лет лидируют в терапии акне ретиноиды, как топические, так и системные. Мы привыкли использовать адапален за границей, например, сертифицирован еще препарат под названием тазоротен, точнее действующее вещество. Адапален мы знаем под названием диферин, адапален входит в комплексные препараты, такие как клинзит, например, клинзит С. Поэтому здесь у нас такая небольшая стагнация происходит. И сейчас, например, в 19-20-21 году немножечко ситуация изменилась, появились новые исследования и разрабатываются новые препараты. Интерес представляет в данном случае, например, класкатерон. Он обладает и противовоспалительной активностью, и антиандрогенным действием. При этом его можно использовать в виде крема или мази, то есть топического препарата. Это что-то новое по сравнению с ретиноидами. Естественно, что-то новое, это не полностью изученное. Естественно, у него есть и какие-то побочные эффекты, причем достаточно серьезные. Поэтому я бы, наверное, не кидалась во все тяжкие, когда, если вдруг он будет зарегистрирован на рынке Российской Федерации. Потому что у него есть доказанные исследованиями проникновение в системный кровоток. И неизвестно, как говорится, у какого индивидуума какие побочные эффекты будут превалировать. Например, изменение уровня калия, да, и, например, вызванная этим аритмия, это вполне себе прогнозируемый и, к сожалению, у этого препарата известный эффект, у этого компонента. Поэтому здесь, конечно, надо очень осторожно подходить к подбору терапии будет. Но интересно, что что-то уже хотя бы появилось. Помимо того, что появился топический антиандрогенный препарат, на самом деле есть какие-то подвижки. И с точки зрения, например, антибактериальной терапии, потому что она, в общем-то, нам надобится иногда. Да, на самом деле, если вспомнить, какие основные причины возникновения акне, комплекс причин всегда. Тифоликулярный гиперкератоз – это как раз гиперколонизация кожи условно-патогенной микрофлоры. Это гормональные проблемы, в которых, как правило, виноваты андрогены, против которых мы как раз разбирали первый препарат. И это непосредственно воспаление и как его проявление как раз воспалительные элементы. Среди антибактериальных препаратов, к которым тоже зачастую появляется очень часто резистентность, новый появился антибактериальный препарат сарциклин. Его тоже можно рассматривать как что-то такое новое в терапии акне. Также появился синтетический аналог тоже витамина А, то есть это разновидность ретиноида уже четвертого поколения – это трипаратен. Он более селективен, чем предыдущие поколения топических ретиноидов и проводится сейчас исследование. Указывается, что у него меньше выражено мутагенное действие, но если оно даже хотя бы предполагается, конечно, применять его у беременных никто в здравом уме не будет. Но у него более селективное действие и, как следствие, скорее всего, более мягкое воздействие на кожу, то есть меньше побочных эффектов будет, раздражающих эффектов будет меньше. Возможно, комплайнность пациентов к этому препарату на основе этого компонента, скажем так, будет более высокой. Также появились в виде лосьонов известные нам третиноин и тазаратен, и в исследованиях указывается, что они чуть более эффективные. К сожалению, очень поздно до нашей страны доходят всякие новые разработки, которые чаще всего развиваются изначально, либо в США происходит много исследований на эту тему, либо в Европе. Но до нас рано или поздно тоже дойдет, поэтому мы будем иметь возможность больше инструментов в руках, как говорится, получить для терапии акне, акнеформных дерматозов, то есть для лечения проблемной кожи. На этом я хотела бы такой обзорчик наш закончить. Если у вас будут вопросы или какие-то вы тоже читали исследования, или знаете, какую-то информацию интересную, поделитесь ею в комментариях с нашими подписчиками. Мы ее с вами обсудим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, как вам угодно. И до новых встреч!